Со стороны обычный лес, но внутри открывается картина прошлого. Здесь в Карелии сегодня недосказок. Быль на каждом шагу. Тут живет война. Страшная, кровопролитная. Вот колючие заграждения, а там окопы в полный рост, как тогда, в 41-м. После работы поисковиков прошлые года остаются следы войны на поверхности, которые мы видим невооруженным глазом. Это противогазы, это каски, ботинки. А еще ложки солдаты их мастерили из котелков. Быт обустраивали прямо в окопах. Железные кружки, самодельные портсигары и тут же каблук от американского ботинка. Сейчас многие страны Европы стараются откреститься от своего участия в войне, от своего сотрудничества с фашистской Германией. Но Карелия – это, наверное, самый яркий представитель доказательной базы по поводу того, что Гитлера кормила вся Европа. Здесь у нас и зеленый горошек из Италии, и шпроты из Норвегии. Так много артефактов, как и терпение, поисковикам в этих лесах работать непросто. В траншеях тяжелые камни, много воды на дне. Болотистая и одновременно скалистая Карелия испытывает на прочность каждого. Был очень плотный обстрел, настолько плотный, что в личных вещах солдат остаются пули, личные вещи, снаряжения простреляны. И когда мы вели работы, мы находили какие-то фрагменты уже сгнивших, упавших деревьев, или которые до сих пор стоят, и почти в каждом дереве мы можем видеть вот такую картину. В каждом дереве до сих пор сохранились пули. Они осложняют поиск с металлоискателями, затягивают процесс. Ну-ка, вот здесь вот есть что-то? В эту экспедицию тюменцы поднимут останки 22 бойцов Красной Армии. И прочитают один вкладыш в солдатском медальоне. Рядовой Кутернин Василий Егорович, 1907 года рождения, уроженец Новосибирской области. Его родственников найдут за несколько дней, еще оставаясь в лесах, на раскопках. Поднимая историю своими руками, новички навсегда запомнят первые находки. Я обнаружила вот такую опасную бритву. Я сначала не поняла, что это за предмет, но старшие товарищи мне подсказали. Кто нашел этот противогаз? Целый вот с фильтром. Фильтр сближал ближе, вот здесь, поглубже. Они будут ежедневно копать и постоянно держать в голове важное. Как бы не заблудиться здесь, коварный карельский лес кружит голову и может завести в дебри. Не отпустить в прямом смысле и переносном точно. Это новые знания и новое осознание важности нашего дела. Ведь сколько еще нетронутых, ну и другого слова не подберу, нетронутых территорий, где лежат до сих пор верховые бойцы на полях сражения. Об этом они расскажут каждому на экскурсиях. Поисковики их проводят вживую в своем музее, организуют передвижные выставки и онлайн в соцсетях. В их фонде больше 15 тысяч предметов, которые найдены на полях сражений. И теперь говорят о войне, героях прошлого и настоящего. Татьяна Воротилова, Сергей Жирнаков, Тюменская служба новостей.